Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете проводили зиму, отметили широкую масленицу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чтобы не заразиться в условиях поликлиники, мы создали другие, либо дополнительные пункты вакцинации. В Ленинском округе отпраздновали масленицу. Гуляют на масленичной неделе широко, весело и с размахом. Пришел этот праздник из глубокой древности, и по сей день его традиции остаются неизменными. С центральной площадки сюжет Екатерина Коваленко. На площади у кинотеатра «Искра» многолюдно. Более двух тысяч человек пришли, чтобы проводить масленицу и, конечно, зарядиться отличным настроением. И какая же масленица без блинов? Их аромат разносился по всей площади. Кстати, раньше этот праздник назывался «блиница» или «объедуха». А сам блин символизирует солнце. Распробовали и по второму разу. Очень даже все разошлись. А сами пробовали? Конечно. Три штуки съела с удовольствием. Главное лакомство на празднике можно было не только попробовать, но и приготовить своими руками. Вот и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и начальник территориального управления Моисей Шамаилов надели фартуки и стали к плите. А после поздравили всех жителей округа с масленицей. Уважаемые жители города, жители Ленинского городского округа, а также наши уважаемые гости. Добрый день! С праздником! Веселые развлечения, масленичный балаган не давали даже минуту устоять на месте. И дети, и взрослые принимали участие в старинных русских забавах и водили хороводы. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Людей много, у всех хорошее настроение. Праздник просто удался. Плюны пекли и кушали всю неделю. Ну и сегодня закончили превосходную неделю масленицы. Очень понравилось, было очень вкусно и весело. Что больше всего понравилось? Как чучело сгорело. Продолжением праздника, или точнее его кульминацией, стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму. Гори-гори намче, летом будет шамче, а зима темлее. Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В продолжение темы. Масленичные гуляния прошли в разных частях муниципалитета. Всего в округе были подготовлены более 30 площадок. Несмотря на настоящую снежную войну, которая развернулась на площади перед Центром культуры совхоза имени Ленина, праздник здесь состоялся. На нем побывала и наша съемочная группа. Традиционная масленица в совхозе имени Ленина около Дома культуры все-таки состоялась, несмотря на завалы снега, которые были вот на этой самой площади буквально вчера и чуть не появились сегодня утром. Сейчас, как мы видим, его оперативно убрали, по нему катаются дети. Но у вас снега, к счастью, тоже не завезли. Когда шла расчистка территории, трактора совхоза имени Ленина начали препятствовать, то есть заново засыпать площадь. После чего неравнодушные жители, сотрудники Дома культуры вышли и начали закрывать, препятствовать работе техники. За что я им очень благодарен. Мы успели почистить площадь и все-таки устроить этот праздник. На площади перед Домом культуры собралось не менее ста человек. Дети вместе с родителями с удовольствием наблюдали за концертной программой, а некоторые даже принимали в ней участие. Перетягивание каната, покорение масленичного столба и поднятие гири. Соревнование по душе нашел каждый. 33, 34, 35, 36! О любви к блинам у нас вспоминают непосредственно перед самой масленицей. Однако это лакомство прекрасно не только для перекуса, но и для полноценного обеда. И мы решили узнать у наших местных жителей, у гостей этого праздника, с чем блины они любят больше всего. Ну, со сметаной, со сгущенкой. Прямо вот это самое вкусное. Ну, блин. Со сгущенкой. А почему именно со сгущенкой? Потому что она сладкая. С вареньем. Спасибо большое. А с каким вареньем? С мариновым, с домашним. А я всеядное, не все вкусное. Гречичные самые вкусные. Сами блины и гречичные. А с чем вкусные есть или просто? Побежали, побежали. С настроением, с хорошим. А без него гости праздника не остались. Дети наигрались, родители наелись, все сделали памятные фотографии. А самые любопытные смогли изучить выставку спецтехники ЗАО «Совхоз имени Ленина», оставленный с утра вокруг площади. Хоть какая-то польза. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. На Масленичной неделе воспитанников Филимонковского детского дома-интерната посетила заместитель министра социального развития Московской области. Вместе с детьми Надежда Бо спекла праздничные блины. Ребята поделились с ней секретным рецептом и рассказали о своих планах на будущее. Подробнее в сюжете Юлия Погосьян. В Филимонковском детском доме-интернате проживает 60 воспитанников. Ребята от 4 до 18 лет. Все с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые проживают вплоть до 23-летнего возраста, если воспитанник решил получить профессиональное образование в колледже. Для детей здесь созданы все условия. Развлекательные поездки, реабилитационные мероприятия. В 2019 году началось сотрудничество с известным актером театра и кино клоуном Анваром Лебабовым. Стараемся сделать так, чтобы для каждого ребенка жизнь была более разнообразной, даже чем для своего родительского ребенка. Мы приходим все сделать так, чтобы качество жизни наших детей было ничем не хуже, чем качество жизни у детей родительских. Конечно, единственное, чего им не хватает в этой жизни, это персональной любви. Анвар Лебабов теперь стал завсегдатой Филимонковского дома-интерната. Приехал к ребятам и на Масленицу. Переодетый в старушку, он вместе с воспитанниками готовил блины. Раз, два, три. Вот есть такие русские народные праздники. Есть своя история, есть свои у нас традиции, есть свои обучия. Считаю, что это такая терапия души, исцеление душевное. Не только тело должно лечиться, но и потом жить нужно так, чтобы помогать, делиться. Дарите людям добро и просто делитесь. Ребята не только пекли блинчики, но и вспоминали масленичные традиции. Принимали участие в старинных русских играх и забавах, делились с гостями, планами на будущее, рассказывали о своих путешествиях. Готовили блины, я готовил лично тоже. Ну, не тяжело, очень легко. Там за четыре, там две, получается у нас две плиты с двух сторон. И готовишь два с одной стороны, два с другой. И следишь за этим, конечно. Мне понравилось печь блины, они были очень вкусные. Было масло, варенье, мед. Мне больше всего понравилось блин с маслом. Среди гостей, которые помогали ребятам готовить блины, начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева, заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и заместитель министра социального развития Московской области Надежда Босс. Надежда Валентиновна отметила, что в филимонках точно знают, как сделать жизнь добрее. День сегодня просто замечательный, очень теплый, удивительный. Мне кажется, что после мастер-класса по выпеканию блинов, по поеданию блинов и сгущенки, после того, что я увидела на экране в зале, показывали ребята, то, с какой теплотой они рассказывают о своем доме, все это действительно создало очень такую теплую атмосферу, заставляет задуматься, прежде всего, нас, взрослых, о том, что есть истинная ценность, а что ценность напускная. У воспитанников дома-интерната большие планы на весну. Вместе с клоуном Анваром Лебабовым они готовят уже третий спектакль «Цирк». Премьеру планируется сыграть в Театре «Современник». Юлия Погасяна, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил с праздниками людей с ограниченными возможностями, проживающих в городе Видное. Во время своего визита он вручил продуктовые наборы Ольге Варламовой, Анастасии Моисеевой и Валерию Бачманову. Подробнее в нашем сюжете. Ольга Варламова стала первой, кому пришел в гости депутат Московской областной думы Владимир Жук. Оля с рождения имеет диагноз ДЦП. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, девушка ведет активный образ жизни, принимает участие в различных творческих, спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Регулярно в большой компании с местными депутатами, с руководством общества инвалидов вместе приходим, разговариваем, смотрим, какое настроение интересуемся у людей. Приходим не с пустыми руками, продукты, я думаю, всем пригодятся. Но самое главное для людей – внимание, и видим, что это находит отлик, позитив, и у людей появляется хорошее настроение. Каждый, к кому пришел депутат, воспользовался возможностью рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мама Анастасии Моисеевой пожаловалась на то, что в их подъезде отсутствует пандус. Нам необходимо здесь пандус поставить, было бы очень хорошо, потому что мы ждем жилье новое. И мы здесь пока время пробываем, нужно нам как-то выходить на улицу. Такая просьба была, но она, конечно, не быстро решается. Это надо будет поговорить с управляющей компанией, найти тех, кто сможет эту работу сделать и профинансировать ее. Конечно, я тоже поучаствую. Думаю, вопрос мы тоже решим, поскольку их достаточно много, и во многих домах мы уже пандусы такие поставили. Также Владимир Жук вручил продуктовый набор и поздравил с праздниками инвалида-колясочника Валерия Бачманова. Несмотря на то, что он колясочник, без обеих ног, он с нами театры, поездки, экскурсии, с удовольствием всегда посещает, всегда ездит, очень активный. Председатель Ленинской организации общества инвалидов Наталья Рящина отметила, что такие встречи регулярно проходят в нашем городе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции, а также вопросы, связанные с ней, являются предметом пристального внимания жителей Ленинского городского округа. В зале районного историко-культурного центра прошла встреча врачей Видновской районной клинической больницы с членами Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Главная цель мероприятия – максимально подробно рассказать людям с ограниченными возможностями здоровья о вакцине и противопоказаниях, которые могут быть у этой категории граждан. Встреча прошла в режиме круглого стола. Я обратилась к главврачу нашей Видновской больницы Бутаю Гайдаровичу Бутаеву с просьбой организовать круглый стол по вопросам вакцинации от ковид. Потому что люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди особой категории. На вопросы присутствующих ответили заместитель главного врача ВРКБ по поликлинической части Елена Зинатулина и заведующий вторым терапевтическим отделением ВРКБ Роза Явлоева. Главная тема, которая интересовали людей, имеющих инвалидность – это безопасность вакцины и ее эффективность. Врачи заверили, что людям с ограниченными возможностями здоровья делать прививку не только можно, но и нужно. И для этого созданы все условия. Для этой категории, маломобильной категории граждан, чтобы не заразиться в условиях поликлиники, мы создали другие, либо дополнительные пункты вакцинации – это МФЦ или кинотеатр Искра, где все-таки нет такая проходимость больных с острыми респираторными вирусными инфекциями, с той же коронавирусной инфекцией, либо проведение на дому. Для этого мы собираем списочки и готовы выехать к ним на дом и привить эту категорию, чтобы они не боялись, на дому от этой инфекции. Также медики отмечают, что никаких дополнительных исследований проходить не нужно, но перед процедурой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Зачем кожи тональный крем? Что такое массажные линии? И нужна ли векам база под макияж? Этим и многим другим секретам красоты был посвящен мастер-класс, прошедший в Видновской центральной библиотеке. Узнала их и наша съемочная группа. По косточке мы наносим, и вот здесь вниз по косточке. Мы не наносим на подвижное веко. На столе вместо книжек море пузырьков, кремов, ватные диски, зеркальца и декоративная косметика. В Видновской взрослой библиотеке прошел мастер-класс по макияжу и уходу за кожей. Все женщины хотят весной быть красивыми. И вот мы решили в нашей библиотеке сделать ряд таких мастер-классов по красоте. Потому что не все женщины знают, как наносить макияж, как ухаживать за кожей лица. Конечно же, это важно. Из каких этапов должен состоять ежедневный уход за кожей лица? Как правильно наносить крема и сыворотки? Что делать, чтобы макияж не осыпался и не размазывался? Об этом и многом другом посетительницы библиотеки узнали на мастер-классе. Обязательно это системный подход. То есть это и очищение, и тоник, и увлажнение. Обязательно защита. Многие не пользуются тональными средствами, но это наша защита от грязи, которая попадает на нас, когда мы входим на улицу. Не забыли также поухаживать за шеей и руками, а еще сделали модный макияж. Словом, участники мастер-класса не только получили массу полезных знаний, но и заметно преобразились. Кожа словно помолодела. Свежесть. Сейчас скоро настанет весна, и естественно, такое ощущение связано с весной. Еще на такие подобные мастер-классы будете ходить? Да, хотелось бы попасть на подобные мастер-классы, потому что много чего есть еще интересного. Сама последовательность ухода за лицом, потому что мы не всю смазки, тоники, когда, чего, после, как правильно наносить. Не всегда об этом помним, не всегда знаем, и лишний раз услышать от профессионала, как это надо делать, как правильно делать, как быть красивой, как ухаживать за собой, всегда приятно. Это первый мастер-класс по уходу и макияжу, проведенный в здании Центральной библиотеки. Руководство учреждения планирует провести целую серию подобных мероприятий, чтобы каждая видновчанка могла стать еще прекраснее. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова